Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по книге Иисуса Сына Навина. И сегодня мы будем читать 21 главу, в которой рассказывается о том, как колено Левина получило более 40 городов, которые были рассеяны по коленам, чтобы левиты обеспечивали духовное окормление каждому колену израильскому. Начальники поколений левицких пришли к Ириазару священнику и к Иисусу Сыну Навину и к начальникам поколений сынов Израильевых и говорили им в Силоме, в земле Ханаанской, и сказали, Господь повелел через Моисея дать нам города для жительства и предместия их для скота нашего. И далее сыны Израилевы левитам из уделов своих по повелению Господню сии города с предместиями их. И далее перечисляются эти города, вышел жребий такому-то племени, вышел жребий такому-то племени, и описание, что это были за места. Итак, в общем-то, по всей главе до 40 стиха. Сохранилось предание о том, как вот этот жребий вытягивался первосвященником Елиазаром. Перосвященник Елиазар, облаченный в Урим и Тумим, встал в окружение Иисуса Навина и всего народа перед двумя урнами. В одной урне лежали названия колен, в другой – уделов, на которые разделили обетованную землю. По наитию Святаго Духа он воскликнул «Завулон», то есть это название одного из колен. Опустив руку в первую урну, первосвященник вытащил оттуда жребий как раз с именем «Завулон», а из второй урны со словом «Акко», то есть «Удел Акко», то есть «Город» и «Удел к нему». Таким же образом были распределены уделы между другими коленами. Желая разграничить между собой уделы, он повелел посадить между ними хазубах. Хазубах – это такое растение, которое… его нельзя как бы из земли выдернуть, в понимании древних. Желая разграничить уделы, вот сели это растение, которое было заметно, это как черта проведенная. Стоит этому растению пустить корни и избавиться от него можно лишь с величайшим трудом. Даже после глубокой спашки оно вновь пускает новые ростки и цветет среди полевых злаков, обозначая старую межу. То есть все это происходило достаточно чудесным образом. Духом Святым пересвященник называл колено, потом тянул жребий, там точно было это колено. Потом Духом Святым он называл город и местность, и из второй урны доставал, и все убеждались, что это именно так. Этот город и эта местность. Считалось, что в заслугу Иисусу Навину всегда вменялось то, что он издал десять указов. И древние предания сообщают, после раздела земли Иисус издал десять указов, ограничивающих в определенной мере право частной собственности. Все могли пользоваться выпасом в лесу, то есть каждый человек мог в лесу, есть там были поляна, поляны, он мог там выпас сделать скота. Все могли собирать дрова в поле, а также любую траву, если поле не было засеяно. Привой можно было срезать с любого дерева, кроме оливкового. Источники воды являлись собственностью всех жителей населенного пункта. То есть никто не мог там какой-то свой частный пляж создать и отгородиться от жителей этой местности. Все могли ловить рыбу в Тиверятском море, если при этом они не мешали проходившим судам. Любой прохожий мог облегчиться на участке рядом с оградой вокруг поля. По полям можно было ходить с окончания жатвы, а по 17-й день Хэшвана путник, заблудившийся в виноградниках, не нес ответственности за убытки, причиненные им, когда он выбирался оттуда. Труп, найденный в поле, хоронили на том же месте, где его нашли. Вот это то, что помимо божественных указаний по своей инициативе, как учит предание, сделал Иисус Навин вот эти повеления. В некотором смысле они более гуманные, чем законы о земле, например, в нашей стране, в других странах. Когда в некотором случае и в лес нельзя пойти, там ягоды собирать, грибы, или берег морской объявляется чьей-то собственностью и примыкает к какой-то даче и отгорожен. Все это считалось преступным, таким самовольным деянием. Итак, до сорокового стиха перечисляются племена и пожебию, какие им доставались города, предместия. И сорок первый стих, и ниже всех городов левицких среди владения сынов Израилевых было сорок восемь городов с предместиями их. При городах сих были при каждом городе предместия вокруг него. Так было при всех городах сих. Когда Иисус кончил разделение земли по пределам ее, тогда сыны Израилевы дали часть Иисусу по повелению Господню, дали ему город, который он просил, а Фимнаф Сару дали ему на горе Ефремовой, и построил Иисус город, который просил и жил в нем. И взял Иисус каменные ножи, которыми обрезал сынов Израилевых, родившихся на пути в пустыне, ибо они не были обрезаны в пустыне, и положил их в Фимнаф Саре. Есть предание, что, когда хоронили Иисуса на вина, то с ним положили вот эти каменные ножи, заслугу этому человеку, который позаботился о том, что при входе в святую землю все были обрезаны. Далее, 43 стих и ниже. Таким образом отдал Господь Израилю всю землю, которую дать клялся отцам их, и они получили ее в наследие и поселились на ней. И дал им Господь покой со всех сторон, как клялся отцам их, и никто из всех врагов их не устоял против них. Всех врагов их предал Господь в руки их. Не осталось ни исполнившимся, ни одно слово, из всех добрых слов, которые Господь говорил Дому Израилеву, все сбылось. Но мы уже с вами беседовали о том, что сбылось то, что было предусмотрено для этого поколения. А потом сбылось то, что было предусмотрено для других поколений, потому что процесс очищения земли он доходил до времен царя Давида. Итак, сегодня мы сделали обзор 21 главы. Если будем живы, Господь позволит, в следующий раз будем читать 22 главу этой книги. Спасибо вас, Христос! Берегите себя! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!